друзья всем большой привет сегодня 25 сентября 2016 года и сегодня ровно один год как мы переехали на постоянное место жительства в канаду уже потихоньку улеглись все мысли и мы достаточно неплохо уже адаптировались в канаде несмотря на всего лишь один год но и поэтому как раз сейчас наверное настало то время когда можно как раз вспомнить как прошел этот год и что этому вообще всему предшествовало многие из вас часто мне задают вопрос такого плана как глеб расскажи свою историю миграции то есть как ты решил иммигрировать почему ты выбрал канаду как вы выбрали иммиграционную программу как вы и выбрали calgary почему calgary в общем очень много вопросов огромное спасибо что вы их задаете потому что как раз они формируют темы для определенных видео и мне намного легче записывать то что я собственно и записываю и вот как раз я решил записать серию видео на тему как мы мигрировали можно там назвать ее история нашей миграции да поэтому я хочу рассказать поэтапно как вообще все происходило и я решил что я запишу несколько видео может быть это будет около пяти роликов на эту тему чтобы не запихивать это все в один ролик и чтобы вам было удобно это смотреть поэтому я решил это все оформить так называемая плейлист серии то есть когда вы нажмете на этот плейлист вы сможете посмотреть все серии этой истории как один сериал поэтому я думаю что я все это успею записать за неделю я так планирую поэтому скорее всего концу следующей недели будет уже оформлен весь этот плейлист серии а вот такой небольшое предисловие ну и наверное самое первое видео вот это будет посвящено изначально вообще теме решение об иммиграции да то есть у меня в голове сразу возникает такая мысль как мотивы да какие мотивы способствовали двигали нами к принятию решения об иммиграции и вообще какие обстоятельства и условия подвигли нас к вот этому движению поэтому давайте начнем собственно саму тему с мотивов и так не буду долго долго разглагольствовать наверное сразу скажу что первое то что я вспоминаю что у меня было в голове почему мы решили что надо эмигрировать наверное это все таки было вот изначально это было желание просто пожить в какой-то цивилизованной развитой стране мы с моей супругой олесе достаточно много путешествовали она так вообще у меня большая путешественница и она не может сидеть всегда на одном месте ей постоянно нужно куда-то летать где-то быть в общем она очень любит смотреть новые страны собственно как и я то есть какие-то я не знаю там пробовать новые блюда просто смотреть как живут другие люди просто увидеть другие места это очень интересно я считаю это вообще наша такая философия жизни и поэтому мы вообще по жизни такие достаточно мобильные я переезжал за свою жизнь несколько раз менял место жигерста со своей семьей моя супруга леся тоже она жила и в соединенных штатах америки какое-то время в китае поэтому у нас уже было такое вот изначально ощущение что мы хотим где-то жить в разных местах и у меня после переезда в украину в далеком 2003 году не не достаточно быстро сложилось такое ощущение и в принципе решения что я буду жить в европе вот вот у меня было такое ощущение им были такие всегда мысли поэтому почему в европе не знаю но вот как то как то вот было такое вот у меня сложилось видение что я буду жить в европе работать может быть потом жить и поэтому собственно с этими мыслями мы потихоньку жили-жили-жили сначала по отдельности конечно же потом мы когда встретили друг друга наши эти все мировоззрения объединились в одно общее и собственно вот из этого и сложилось наше окончательное решение что мы должны куда-то переезжать то есть в украине да как бы до определенной степени было хорошо но нас это все равно не устраивало мы хотели жить в другой стране следующий мотив 2 наверное это было все таки нас что-то не устраивало естественно в жизни в украине да потому что люди не эмигрируют просто так вы это понимаете то есть что-то должно не устраивать в той стране которую вы живете и она вас должно подталкивать каким-то действием в лучшем в идеальном случае да и поэтому допустим что нас не устраивало меня очень не устраивало экологическая ситуация в украине то есть я понимаю что несмотря на то что страна достаточно большая и природа замечательная очень разнообразно есть и горы есть и моря и степи да и леса то есть действительно разнообразная красивая страна в плане природы но так сложилось что люди и государства в лице власти не сильно заинтересованы были в том чтобы как-то влиять на эту ситуацию экологии становится все хуже и хуже особенно после переезда в непропетровск люди которые любят непропетровск у меня живет моя тетя кресто вне про петровске они очень любят этот город много людей любят днепропетровск но я не хочу никого обидеть но после переезда в непропетровске я очень сильно ощутил что экология очень плохая я это видео по другим людям я даже начал ощущать по себе и вот это вот как раз состояние неудовлетворенности удовлетворенности экологии она очень сильно повлияла на мое решение тоже эмигрировать потому что понимаете в чем дело даже если ты обладаешь какими-то ресурсами даты у тебя есть деньги у тебя есть мне не знаю хорошее положение в обществе или что-то ну такие сторонние все вещи да то есть вроде бы создается ощущение что ты управляешь жизнью и и все хорошо но на самом деле то что получается даже при наличии больших денег и там да можно себя окружить хорошими условиями жизни питаться хорошей едой пить нормальную воду но воздух к сожалению мы заменить не можем вокруг себя и им дышат все независимости от того какое у нас состояние есть да и где мы находимся да можно жить чуть-чуть лучшим более там свежим лесу где-то до близко или там в горах где посвежее воздух но в целом экология в стране она не очень очень не очень хорошая вот поэтому это тоже был один из таких важных шагов особенно когда мы думали о будущем наших детей будущих и тогда еще раз не было но мы знали что они будут поэтому мы уже заранее предполагали что наши дети должны расти в хорошей экологии чтобы не у наследовать какие-то врожденные болезни или приобрести в самом раннем возрасте в общем это был один из самых их важных моментов как я уже сказал будущее детей тоже важно тут думаю долго объяснять ничего не надо все мы хотим наше лучшего для наших детей вот поэтому это тоже влияло на наш выбор что еще что нас не устраивало меня достаточно сильно и олеся тоже не устраивало в принципе скажем социальное положение вообще социальное состояние до в обществе то есть как вам объяснить ну скажем меня не устраивало мне не очень всегда не нравилось что люди достаточно озлобленные достаточно эгоистичные то есть им все равно как будет житься другим главное чтобы жилось тебе то есть это такой социальный эгоизм я бы его так назвал очень сильно равнодушие до к другим людям да и собственно у многих равнодушие даже к своей жизни и с этим можно бороться с этим можно не бороться каждый выбирает то что он считает нужным да то есть тут опять же давайте без каких-либо там персональных оценок и суждений потому что все-таки каждый выбирает то что ему в жизни нравится и я для себя в определенный момент понял что я наверное не хочу бороться со всем этим бардаком который происходил и наверное у меня не было особого желания с этим всем бороться и у меня скорее всего не хватило в жизни наверное чтобы что-то очень существенное поменять я тут хотел бы сделать такое маленькое отступление и чтобы меня просто правильно поняли то есть я достаточно хорошо отношусь к стране украине я достаточно хорошо отношусь к людям да и те люди которые меня собственно окружали в украине которые я создал свой круг окружения да они все прекрасные люди я их все до сих пор люблю моих друзей мои знакомых но мы живем не только в этом круге да мы мы сталкиваемся мы мы часть общества и в нормальном обществе я считаю что человек должен быть именно частью всего общества никакого-то там маленькой группки людей которые выживет сама по себе да какой-то такой как клан что ли как его назвать да и вот они вроде бы как довольны мы живем в большой стране и мы соприкасаемся с разными членами общества до с разных социальных слоев и вот как раз вот это соприкосновение но очень часто приносило сильное разочарование неудовлетворение когда-то даже злость и вот эти все чувства они в длительной перспективы они накапливают вот общее такое неудовлетворение жизнью да и ты начинаешь тоже как-то себя чувствовать некомфортно вот поэтому я думаю что вы поняли о чем я хотел сказать то есть вот этот социальная неудовлетворенность вообще в украине большая я конечно понимаю всем это всем связано это низкий уровень жизни у людей где-то отсутствие культуры где-то отсутствие мотивации каких-то люди не хотят развиваться не хотят становиться лучше им комфортно жить часто в том бардаке в котором они живут для этого не не надо ничего делать не надо за собой убирать не надо о чем-то думать не надо где-то напрягаться то есть ну так комфортно так так удобно да вот поэтому мне было некомфортно поэтому вот это вот недовольство вот этим вот всем окружением таким общем да в стране вот это тоже очень сильно повлияло на мое личное решение и я я я уверен что наше общее решение что еще наверное стоит сказать кстати один из таких интересных моментов что касается экологии не экологического экономического вопроса до всего этого мотивации то есть у нас кстати не встана не становился никогда вопрос экономический то есть мы себя чувствовали в украине достаточно комфортно в этом плане то есть мы работали в хорошей большой компании достаточно известной в украине у нас принципе хороший был достаток мы себе позволяли практически все мы часто путешествовали вот и компания прекрасная я очень очень уважаю владельца этой компании замечательный человек с хорошим видением того что страну надо менять и он это пытался всячески делать и на и пытается до сих пор но не все получается потому что даже на его примере это достаточно влиятельный богатый человек с огромными связями и даже с его всеми ресурсами у него у него очень много не получалось потому что он соприкасался просто с огромным низшим сопротивлением и я я многое знаю что это это даже в его глазах рождало определенное разочарование именно в стране вот ну ладно не об этом то есть в плане экономического состояния мы были очень себя хорошо чувствовали и в принципе у нас и перспективы были хорошие то есть мы никогда не думали о том что мы едем в канаду или какую-то другую страну для того чтобы там заработать много денег стать богатыми и так далее то есть мы конечно же знали что рано или поздно у нас все это будет и мы и в новой стране в любой который мы переедем мы все это заработаем и у нас все будет хорошо да может быть не сразу через несколько лет но и мы не уезжали с огромными деньгами у нас не было больших сильно накоплений но вот этот вопрос у нас никогда не вставал то есть ну да у нас сейчас все хорошо надо переехать где-то будет тяжело с чем-то мы нам придется столкнуться с какими-то трудностями но в целом мы были уверены что мы достигнем все равно как минимум того же уровня то и лучше ну и соответственно мы понимали что если мы хотим ехать более комфортную страну то уровень комфорта нас повысится да поэтому это тоже принципе определило наше желание эмигрировать наверное вот это были основные мотивы как раз о которых я хотел сказать принципе ничего другого пока что я и и не вспомнил вот поэтому вот на этом мы наверное закончим этот ролик да и в следующем ролике я уже расскажу более интересно как мы выбирали именно страну почему мы выбрали канаду и как мы выбрали программу эмиграция потому что это интересует ну наверное всех кто смотрит мои ролики потому что рано или поздно не тоже такое желание возникает и это очень очень важный вопрос я прекрасно помню свое состояние когда я вовлекался начинал вовлекаться весь этот процесс и это было да это было большой большой вопрос у меня он также стоял и поэтому я об этом расскажу в следующем ролике не переключайтесь смотрите мои следующие видео всем вам успехов и пока скоро увидимся а